Здравствуйте, дорогие мои! У нас сегодня посвященная циклу Роспись по стеклу и фарфору Лекция об истории витражей Наверное, это будет интересно подрастающему поколению Давайте подумаем, какие у нас есть версии В каком древнем мире найдены первые стеклянные фрагменты Какие-то капли, осколочки Вот так вот, если в целом Почти близко Ассирия Это граница Междуречья Это древняя Месопотамия Это не абсолютная истина Потому что в истории, в археологии Абсолютного такого точного понимания не бывает Еще пока машину времени не придумали Но именно там были найдены первые такие слюдяные каплевидные стекловидные фрагменты Украшали купола древних храмов Месопотами А потом практически в это же время Это где-то четыре с половиной тысячи лет назад до нашей эры Если я не ошибаюсь Мне очень плохо с цифрами Стекло также обнаруживают в Египте Но там его особенность в том, что оно там не прозрачное Оно там замутненное Дальше у нас на очереди древний Рим Дохристианский Потом вот эта вот культура стекла переходит в древнюю Грецию И постепенно уже ближе к нашей эре К нашей эре Стекло обнаруживают в Византии Ну, это отступление лирическое Теперь скажите, пожалуйста Может быть, кто-то знает Может быть, кто-то хорошо изучал у нас в школе физику Как вы думаете, почему стекло прозрачно? Ну, современное стекло прозрачно? Смотрите, это тоже очень интересный такой фактор Кто хорошо учился у нас в советской школе Кто-то, наверное, помнит Есть кристаллическая решеточка У нас такая жесткая Жесткий пятигранник, шестигранник Это у нас кристаллическая решетка минералов Минералов, камней и так далее Дальше У газа, как мы припоминаем Молекулы расположены очень редко вдалеке друг от друга Это состояние газа А стекло Как это ни странно звучит Больше всего напоминает кристаллическую решетку воды То есть это молекулы Которые как бы хаотично, но достаточно близко расположены друг к другу Если очень упрощенно То стекло можно представить как очень-очень медленные двигающиеся молекулы воды Которые нам кажутся твердыми Поэтому за счет именно вот этой структуры решетки Стекло, как вода у нас, она в принципе прозрачная Так и стекло прозрачное Теперь, значит, смотрите Получается, что древние мастера Древние мастера еще древнего Египта, Рима Научились То есть, вы знаете, да? Изначально стекло это у нас какая структура? Песочек Это у нас песочек, да? Вот И получается, что древние научились плавить песок Для того, чтобы он преобразовывался Как это, оксид кремния, да? Для того, чтобы он преобразовывался в жидкость Они его научились плавить температурой 1600 градусов Это в древности, да? То есть получается, что у нас стекло 1600 градусов Вот сенсивно А теперь, давайте мы немножечко тоже вспомним школьный курс химии Подсказываю Химию В дальнейшем стекло научились делать цветным Как? Вы думаете, как? Камни терны А, ну, близко, 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 да? Смотрите, это были не совсем камни Видимо, я так предполагаю, что, наверное, сначала это получилось случайно Когда промывали речной песочек для дальнейшего его плавления Мне кажется, что, возможно, в какой-то кусочек попала ржавая какая-то, ну, не знаю, железка Там, не знаю, ну, не гайка, конечно, да? Ну, может быть, там, осколок клинка какой-то, да? И вдруг мастера с удивлением увидели, что вот в этот песочек, в который попал кусочек оксида железа Он вдруг превращается в зеленый оттенок И тут они сказали, вау, как интересно, как здорово, да? Вот, это, ну, так сказать, образно, да? Это как фантазия такая Вот, и дальше постепенно мастера стекольного производства стали экспериментировать А что будет, если вот в расплавленную вот эту массу Она такая, знаете, густая, она жидкая, она раскаленная Вот, посмотрите, я это подготовила Как вот современные мастера, да, вот это плавит все Вот, берите, рассматривайте Вот, на таких длинных палках, да? Вот, они вынимают из плавильных печей Вот, такие болванки стеклянные То есть, они как бы жидкие, но они и вроде и твердые То есть, и, естественно, руками до них нельзя оказаться То есть, высоченная температура, да И, соответственно, старинные мастера, я так предполагаю, стали экспериментировать Ага, если оксид железа феррум-2О3 Феррум-2О3 Дает оттенок цветного зеленого стекла А что, если в стекло, например, добавить оксид марганца? Ну, это обычная наша марганцовка, да? И вдруг они увидели, что оксид марганца окрашивает вот эту массу в спектр От ярко-ярко-розового до темно-темно-бордового То есть, потрясающе, да? Тоже, как волшебство Дальше, а что, если в стекло, в эту жидкость добавить, например, оксид меди? И тут они увидели спектр кобайтов От нежно-голубого до темно-темно-синего Вот таким образом, таким образом, постепенно, да? То есть, вот это вот искусство Сначала плавки стекла, потом его окрашивание Из Византии через, получается, Италию, Венецию Оно постепенно проникает в Европу Это уже где-то 2-3 сотые года нашей эры, да? То есть, вот такое вот путешествие какое-то космическое было, да? И дальше И тут, ну, как бы сказать, католическая церковь Поняла, собственно, что это инновация Что это очень красиво Что это очень красиво И именно, вот где-то начиная с 300-х годов нашей эры Постепенно, постепенно, постепенно стало развиваться витражное искусство Вот, причем я хочу сказать, что Дело в том, что Чтобы укрепить, разумеется, витражи в огромных нишах, да? Значит, мастера придумали профили, да? Металлические, собственно, капель крепить Вот В этом тоже самое была инновация Но и одновременно такая Ну, даже не опасность, а не знание Потому что При создании профилей свинцовых И вреднейшее испарение свинца И, соответственно, стекольные мастера жили очень мало Они не знали, что пары, которые они вдыхают, ядовиты Точно так же, если мы вспомним, да? Мастера кожевенных дел В частности, шляпники Которые работали с ртутью Дубильные вот эти вот все кожевенные вещи, да? То же самое Они жили очень мало И, кстати, если вы вспомните Вот описание Алисы, да? Почему там шляпник, да? Вот он был как бы с такой белой, сегневатой кожей, да? С какими-то немножко безумными глазами Как раз-таки это списывали на безумие Но это было банальное отравление артутью Соответственно, а если мы посмотрим на самые-самые старинные витражи французских соборов Также там соборов английских То вот в тяжёлом свинцовом профиле, да? Дальше шли, ну вот, маленькие какие-то детали, фрагменты, да? Почему так происходило? Потому что, разумеется, в древности не могли, как сейчас, делать метровые стеклопакеты, да? Абсолютно ровные И старинные витражи, они были как бы небольшими такими фрагментами, да? Они были такие, как где-то мутноватые Где-то с капельками пузырей воздуха, да? Вот, потому что... Возвращаю мне распечаточку Потому что, смотрите, как это происходило технически Значит, когда мастер из печи вытаскивает вот эту болванку, да? Вот эту болванку Должны были быть очень сильные, лёгкие Поэтому женщин, ну, мастеров тогда как бы не было То есть это были такие могучие парни с хорошими, лёгкими Вот, значит, они начинали выдувать, вот, да? Значит, вот этот пузырик, он как бы постепенно увеличивался в размерах Но вы видите, да, что он имеет форму сферы А как нам сделать плоский-то, собственно, витражик, да? Как, 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 как? Смотрите, значит, я, ну, как бы я вам точно не смогу показать Но когда вот он, значит, вот выдувал сферу Сферу, да? Видимо, видимо, его подмастерье Эту сферу специальным штырём вот так прокалывал Он её прокалывает И мастер одновременно с этим Начинал вот так вот крутить палку вот эту, да? И вот эта сфера, вот она расправлялась в такой блинчик неправильный, да? То есть прямо на палке Разумеется, да, такое создание витражей предполагает, ну, как бы небольшие размеры И было достаточно много брака Потому что это всё был ручной труд Никаких стеклопакетов, никаких технологий Вот И вот дальше они уже как-то эти фрагменты, вот, что-то там, значит, делали Выкладывали уже в картины, так сказать, религиозного, как сначала, религиозного характера А почему это было именно так? Потому что вот мои ученики, которые ездили во Францию, которые посещали вот эти соборы Они говорят, действительно, это очень красиво, это бесподобно красиво Но долгое время в таком сиянии таких ярких оттенков стекол, особенно если солнечный день Находиться глазам очень тяжело То есть витражное искусство светское, оно возникло гораздо позднее Где-то веки в шестнадцатом, семнадцатом И там была очень, такая очень важная оговорка Что, как правило, допустим, в прихожих или в каких-то залах или в спальнях Как правило, витражи были только грязальными, да? Спектр коричневато-охристых тонов Очень-очень спокойными А церкви нужно было именно сияние Почему? Представьте, закройте глазки Вы по каким-то причинам оказались в глухом домике в тайге В котором нет электричества Вот полгода ни телефонов, ни гаджетов, ни электричества У вас есть только свет дневной И свет свечи, лучины, там, да? Ну, какой-то, может быть, лампы И никаких неоновых вывесок, никаких светящихся экранов, телевизоров, планшетов, да? Вы привыкаете к определенному ощущению света вокруг вас Так вот, когда неискушенный, допустим, какой-то французский крестьянин, да? Его всю жизнь окружали оттенки землистые, коричневатые, сероватые, глина, вот, мешковина, дерево, да? Вот, то есть он жил в спектре вот этого естественного освещения в коричневато-серых тонах Не было, и он приезжает в столицу, и он заходит в этот храм, в этот храм католический на службу И что происходит? Особенно, когда яркий солнечный день Все это такое, как крестьянин, вот, заходит в эту феерию света Вот он на него просто обрушивается То есть это было очень мощное эмоциональное такое переживание, да? Особенно, если еще в храме, ну, благовоние, да? То есть ладан И еще, если это великолепный католический хор, да? И просто вот это вот потрясение, вот это он воспринимал свет сквозь витражи Как нечто просто божественное, да? Потому что это был вот контраст поразительный для психики, да? Вот для восприятия зрительного, слухового запахи, да? То есть вот это все И поэтому церковь это очень быстро просекла Вот, и благодаря, собственно, именно ей Вот мы имеем такие великолепные памятники Витражного искусства, как Извиняюсь На память не помню Значит, один из самых известных храмов Это церковь святого Павла в Великобритании Также очень много во Франции храмов Но здесь вот, к сожалению, у меня что-то в распечатке не указано Очень много красивых И также древнейшие витражи Аугсбургский собор, Германия Но также витражи, конечно, были распространены и в Шотландии, да? И, по-моему, они есть и в Италии Но Италия это отдельная стекольная империя Одна Венеция, чего стоит Венецианское, муранское стекло Не могут воспроизвести до сих пор современные технологии Но мы об этом и не будем Так, и в заключении Вот я вам хочу показать распечаточки Собственно, как примерно выглядели вот эти печи Печи плавильные, да? Вот, то есть Ну, они, как правило, были повыше, да? И вот это вот окошечко Оно было таким небольшим То есть, ну, вот я думаю, что Где-то, наверное, высотой Сантиметр 50 на 40, да? То есть, вот так вот И вот это стекло Как бы оно плавилось При высоченных температурах В таком очень толстом ковшике В который потом Он вот так вот его вытаскивал И опнал уже вот эту трубку Вот эту, выдувательную Так, ну, основное я вам так рассказала Если кто-то поедет во Францию, в Англию Пожалуйста, фотографии присылайте Я думаю, что это будет в группе Интересно всем Так, ну, а мы приступаем потихонечку К нашему скромному стеклу Керамики и росписи Спасибо 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 Спасибо